То, что мы видим здесь сегодня – результат ежедневной кропотливой работы. Каких-то пять лет назад это место было болотистым и заброшенным пустырём. Но благодаря усилиям муфтията, физической и финансовой помощи простого народа, на этом участке, что между Каспийским морем и строящейся грандиозной мечетью, уже укладывают асфальт и тротуарную плитку. Что касается сроков укладки плитки в центральной части аллеи, то, начиная от моря, мы её видим, до моста почти завершена, немного осталось. И вместе с этим мы уже подготовили основание, что и очень много времени занимает, и много усилий надо приложить от моста до мечети. У нас основание завершено и уже начали ставить плитку. Но по нашим расшотам в течение месяца основная часть аллеи, то есть от мечети до моря, то есть без всякой грязи, пыли, по такой прекрасной плитке люди могут ходить. Местами, где круги, они могут отдохнуть. Это поистине знаменательное событие для всех дагестанцев. Всё ближе тот день, когда аллея полностью будет обустроена. По инициативе Муфтия Дагестана её уже назвали в память о героях-медиках, которые отдали свои жизни ради спасения других людей во время пандемии коронавируса. Уложить асфальт на этом участке планируют всего за 10 дней. Работы по обустройству аллеи продолжаются, но уже сейчас горожане прогуливаются по ней, любуются высаженными здесь именными деревьями, а возле берега моря, где заканчивается аллея, катаются с детьми на качелях. Аллею и духовный центр постоянно посещают люди разных национальностей, профессий и званий – чиновники, учёные, именитые спортсмены. Сегодня это место постили известные в интернете блогеры. Им провели экскурсию, показали строящуюся мечеть и рассказали о том, что уже сделано и что предстоит сделать. – Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Впервые я в такой огромной, в огромной мечети нахожусь. Я в восторге просто нереально красива. Я думаю, ещё будет красивее, когда всё построится. Атмосфера такая, просто такое успокоение. Я не хочу отсюда уходить. – Эмоции переполняют. Особенно мне понравилось то, что народ может нести свою частичку и может себе, как к себе домой сюда заходить. Вот честное слово. Просто огромная красота здесь. – Такое успокоение души, да? – День, парки, аллея. Просто нет слов. Проект Духовного центра и аллеи «Герои медиков» действительно уникальный. Он поражает своими масштабами и, как признаются посетители, удивительной атмосферой умиротворения. У строительства этого объекта нет определённого спонсора. Спонсором является сам народ, представители которого вкладывают в стройку свои силы и средства на всех этапах. При этом свой вклад вносят не только дагестанцы, но и жители других регионов России и зарубежья. Завершение строительства центра запланировано на 2025 год. Ещё есть время, чтобы помочь народной стройке, чтобы потом не сожалеть о том, что не успел внести свою лепту в возведение будущей духовной жемчужины Дагестана.